Губернатор Дмитрий Артюхов в Салихарде провел рабочую встречу с главой города Андреем Бондурко. Андрей Витальевич доложил об итогах работы и рассказал о планах развития Губкинского. Дмитрий Андреевич дал высокую оценку работе команды главы и отметил единение горожан. Город активно развивается, это самое главное. Мы видим это по настроениям людей, это видно по прошедшим выборам главы государства, исторически высокая явка, огромное единение народа и, конечно, когда ты видишь такой отзыв от людей, хочется помогать, хочется находить дополнительные ресурсы, чтобы город развивался. Как отметил губернатор, Губкинский сегодня занимает второе место по вводу жилья, чуть уступая новому рингою. У нас около 40 тысяч метров квадратных, только 31 тысяч, а это фондовское жилье, это для переселения завоев. Поэтому в 2028 год мы в свою часть, которое рассмотрено по программе «Студные средства», мы обязательно выполним. Конечно же, продолжим дальше работать по расселению всего аварийного фонда. На этот год у нас по угоду по фонду для переселения где-то около 28 тысяч квадратных метров, в общем месте с коммерческим жильем около 33 тысяч квадратных метров. Поэтому там по-хорошему будем поддерживать, расселяем комплексно целыми микрорайонами. Вы знаете, что под Картэ мы уже отдали седьмой микрорайон. Андрей Бондурко рассказал губернатору о том, что в Губкинском активно строятся и социальные объекты. Построить ледовый дворец, ввести в эксплуатацию, центр единоборств. Также мы планируем детский дом, творчество построить и ввести в эксплуатацию микрорайоне Пурпе. Также Андрей Витальевич рассказал о том, что в Губкинском продолжается работа по повышению качества городской среды. В прошлом году было благоустроено рекордное количество дворовых территорий – 62. Обустроены проезды, тротуары, освещение и ограждения. Выполнено озеленение. Благоустроили и 13 общественных территорий. Один из самых масштабных и ярких объектов благоустройства – светомузыкальный фонтан концертный. Проект победил по итогам всероссийского голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мы не останавливаемся и продолжаем динамично развивать и благоустроить все необходимые территории. И в этом году у нас в проектах реализовать объект – это молодежный парк в микрорайоне Пурпе. Это победитель всероссийского конкурса, за который проголосовали жители микрорайона Пурпе. И это очень большой, грандиозный проект. Там будет теплое место для молодежи, там будут пешеходные маршруты, там будут очень красивые и привлекательные места для отдыха. Велодорожка будет по периметру всего этого молодежного парка. В своем докладе глава города Андрей Бондурко отметил, что в Губкинском при поддержке окружных и местных властей активно развивается рынок услуг. Только в прошлом году предприниматели запустили в городе 61 новый проект по различным направлениям. Так для детей и молодежи открыли батутный центр и парк виртуальной реальности. Повышается туристическая привлекательность города. Летом заработал туристический комплекс «Лазурный берег» на Голубом озере. А на берегу реки Пикапур на минувшей неделе открыли глэмпинг «Северное сияние». Хорошие всегда тенденции в городе по развитию частной инициативы. Видны новые коммерческие объекты, которые открываются. Сфера услуг очень нужна для того, чтобы наши города становились комфортнее для жителей. Это всегда в Губкинском было на хорошем уровне. Определились с новыми задачами. Летом в ходе традиционной поездки обязательно посмотрю, сверимся и поддержим жителей города в их инициативах. Теплый сезон. В Губкинском традиционно начнутся работы по благоустройству и ремонту дорог. Продолжаем капитальный ремонт улицы Железнодорожной. Оснащаем ее ливневой канализацией для того, чтобы отводить и ливневые, и талые воды. При везде микрорайон фасады многоквартирных домов обновлены. Строится железнодорожный вокзал. Это будет достопримечательность этого микрорайона. Это для всех жителей очень значимый объект. Также в ходе разговора с губернатором Андрей Витальевич отметил, что пристальное внимание в Губкинском уделяется вопросам поддержки семей военнослужащих. За каждый закреплен куратор. В прошлом году было проведено 150 личных встреч, отработано более 800 телефонных звонков. В оперативном порядке решено более 40 частных вопросов. Элина Чикина-Тинкус, Илья Квасов, Денис Гонцов. Новости Губкинского.